Чернобыль. От преодоления к развитию через партнерство. В посольстве Республики Беларусь в Москве прошел вечер, переуроченный к 30-й годовщине катастрофы на атомной станции. И хотя Чернобыльская АЭС находилась на территории Украины, основной удар пришелся на Беларусь. С карты нашей страны исчезли 479 населенных пунктов, а пятая часть ее сельскохозяйственных угодий и четверть лесного фонда стали фактически непригодны для использования. Экономический ущерб от последствий Чернобыльской катастрофы составил для нас 235 миллиардов долларов. Это 32 бюджета Белорусской СССР 1985 года. Радиоактивного заражения, столь большой территории и затронувшего такое число людей до Чернобыля в мировой практике не было. Работа по ликвидации последствий аварии потребовала огромного напряжения, интеллектуальных и материальных ресурсов, мужества и героизма тысяч людей. Первое впечатление. Попадаем в одну зону, мы все красные. Вот как ваша книга. В другую зону попадаем, красота проходит. Вот что так впечатлительно было. Заезжаем в деревню, ну, время обеденное, начинаем есть. Пища никакого вкуса не имеет. Союзное государство финансировало 4 программы по Чернобылю. В разработке пятая. Долгосрочную помощь Белоруссии в ликвидации последствий аварии оказывают Австрия, Япония, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. У нас создано нормативно-правовое пространство, система оказания специализированной медицинской помощи гражданам России и Белоруссии, подвержившимся воздействию Чернобыльской катастрофы. В этот же вечер открылась фотовыставка участников пресс-туров в Чернобыльскую зону. Выступил ансамбль Белорусской государственной филармонии. Встреча в посольстве завершилась премьерой документального фильма «Чернобыль. Экзамен для нации», созданного на киностудии «Беларусьфильм».